откручиваем шкив маховика для этого сзади вот у нас открылся маховик мы его блокируем отверткой и головкой на 22 срываем шкив коленвала болт мы открутили затягивать будем точно также когда мы поставим перед тем как установить полуподдон мы затягиваем шкив опускаем автомобиль снимаем оба посольных патрубка но но вот 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 Теперь снимаем все вот эти разъемы и откручиваем блок. Добавляем все вот эти разъемы. Так, пока у нас не снят ремень приводной, откручиваем четыре гайки на 12 со шкивой помпы. Все, болты мы ослабили. Теперь мы ослабляем и снимаем ремень накидным ключом на 14 ролик. Вот так ослабляется и снимается ремень. Теперь мы откручиваем проводку, убираем ее, отключаем с датчиков. Добавляем все вот эти разъемы. Везде, где у нас есть проводка, мы ее сейчас отключаем. Так, открутив я проводку с этой стороны, до конца мы ее убирать не будем. Когда снимем клапанную крышку, мы ее закинем наверх. Также сням здесь вот эту накладочку декоративную закрывает, которая у нас. И уже видно у нас крепление вот этого корпуса термостата. Его мы тоже будем снимать полностью, поэтому мы отключаем с него все патрубки и откручиваем его от крышки передней. Я так вот сюда мы каким-то пробуемشем. И этот счет мы успею, пох、 вы трубочку, вiatчу большой необычной температурой очards, КОНЕЦ КОНЕЦ Со стороны у нас вот еще один болтик Получается вот этот узел у нас крепится пятью болтами М6 и одна гаечка М6 Мы его сняли Теперь мы откручиваем шкив помпы Далее мы откручиваем помпу Снимем вот эти патрубки, чтобы они нам не мешали Откручиваем вот этот ролик КОНЕЦ 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 И откручиваем помпу Помпу нам все равно снимать Чтобы нам открутить помпу Здесь под шкивом еще один болт Подкручиваем шкив Резьба здесь обратная Обратная как Левая резьба Не весь антифриз сбежал Прокладки новой у нас нету Здесь слоеная прокладка Поэтому Садить будем При сборке на герметик Ну что Снимаем Коллектор Приемный Откручиваем Все крепления которые есть Отключаем патрубки И поднимаем Потому что Эту крышку нам Не снять Да и тут уже Шестигранник Шестигранник здесь на 5 Все Вроде бы Все открутил Получилось у нас 7 болтов Под шестигранник на 5 Две гайки М6 Один болт На М6 Здесь Один болт Сзади вот этот Тройничок держит М6 Также вот здесь Болтик М12 Пробуем поднимать Снял еще Вентиляцию Картера Левой крышки И Патрубок Вакуумного Усилителя Еще снимаем Один патрубок На Отток Охлаждения С дроссельной заслонки Вот это мы основной разобрали Теперь отключаем Так же проводку По этой головке И будем снимать Уже Наш генератор И компрессор Кондиционера Потому что Их придется отводить Так как кронштейн Сбоку Крепится В переднюю крышку Открутил я здесь проводку Отцепил ее Все Вот она у нас Здесь у нас проводка Идет на Форсунке Я ее не трогаю Это я закрою Здесь Ничего у нас не попало Открутил все катушки Снимаем Снимаем Откручиваем С крышки Насос высокого давления Вот этот Крепится он Двумя гаеками На 12 Снимаем Вот этот разъем Подачи Здесь Снимаю шланг Открутил Два болта На трубке Также Открутил Трубку подачи Сзади Ключик на 19 И поднимаем Насос Вот он Насос Насос мы сняли В принципе Вот эта крышка У нас Уже Освобождена Мы можем Ее Откручивать И снимать Откручиваем Снимаем Крышку Пока Ослабляем Еще будем Снимать Трубку Подачи Клапанную крышку Я открутил Везде Болты На 10 М6 А сзади Три болта М8 На 12 Почему Потому что Здесь Насос стоит Нагрузка Там больше Чтоб не оторвало Сделаны Такие болты Также Откручиваем Подачу масла Вот эта трубка Идет с блок Она На подачу масла На клапанную крышку Здесь Сверху Под клапанной крышкой Находятся Трубки На смазку Коромысел На распредвал Кулачков Подводится Не снизу А подводится Сверху Снизу У нас Штуцер На 22 Также Две шайбы Внутри Снаружи Сверху У нас Штуцер На 17 Тоже шайба Сверху И из Снаружи И изнутри Здесь Еще стоит Сеточка Сеточка Упала Поднимаем Левую крышку Я Подозреваю Сверху 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 Вот так вот и выглядит это все. Поднял автомобиль, вот верхняя точка крепления компрессора, здесь гайка на 12, откручиваем эту гайку и откручиваем шпильку, на которую гайка эта закручена, почему откручиваем, потому что мы компрессор не стянем с этой шпильки, шпилька головка Е7. Шпильку откручиваю гибким валом, вот я ее под углом завел на шпильку и откручиваю ее. Шпилька М8. Вот такая вот шпилька. И откручиваем вот этих три болта, два снизу и один вот сверху. Ну так как нам нижний удобнее открутить, сначала откручиваем верхний. Все, выкрутили верхний болт, теперь снимаем два нижних. Вот у нас кондиционер и отошел. Компрессор откручивать мы полностью не будем, из-за того, чтобы не спускать фреон. Сейчас мы откручиваем крепление генератора. Вот сзади у нас гайка, спереди у нас болт. Вот я его открутил, а сзади у нас гайка на 14. Мы ее откручиваем и все это из-за этих вот болтов двух. Они у нас прикручены с торца в крышку. Снимаем генератор.